Все соблюдаем, потому что у нас и собрание, когда бывает всегда, об этом прямо разговоры самые первые, что пожар, 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 может быть в любое время, а сейчас особо жара какая. Причиной пожаров на дачах, как правило, является человеческий фактор. Чаще всего возгорание происходит в выходные дни и в результате неосторожного обращения с огнем. Люди сжигают мусор и траву на своих огородах и дворовых территориях, разводят костры, а этого делать категорически нельзя. За истекший период 2023 года на садово-дачных товариществах произошло 22 пожара, при этом пострадали 5 человек. За истекший период аналогичного периода прошлого года, 22-го, произошло 32 пожара, но при этом пострадавших, погибших не зарегистрировано. Во время проведения рейда сотрудники МЧС особое внимание обратили на меры пожарной безопасности в летний пожароопасный период. Также провели беседы с владельцами дачных участков о запрете сжигания сухой травы и мусора, о том, как обезопасить себя и свое имущество от огня, какие первичные средства пожаротушения должны быть на любом дачном участке. Напомнили номера вызова экстренных служб и о штрафах, которые немаленькие. На граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 60 тысяч рублей и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. В летний период опасность пожаров на дачных участках возрастает. Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит возгоранием сразу нескольких строений, учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности. Дачникам были вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а председателям садово-дачных товариществ вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности на подконтрольных территориях. Не дай бог случится пожар, тогда возможно просто-напросто выгорание всего массива, а это собственность жителей, это жизнь прежде всего жителей, поэтому мы призываем их очень ответственно относиться к этому вопросу. По мнению спектра, в целом сознательность населения растет, снижается число случаев сжигания сухой травы и мусора. Подобные рейды будут проводиться в течение всего пожароопасного периода. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.